Дорогие друзья, с вами Игорь Илдашев и я продолжаю цикл видеорепортажа завода МСА. Говоря о методах неразрушающего контроля, конечно же стоит отметить рентгенокрифический контроль. Рентген это такое преимущество, которым обладает, к сожалению, не каждый сегодня производитель, не только в России, но и за рубежом в Европе. Дело в том, что в свече рентгена вы можете поставлять отливки более высокого качества, потому что есть такие параметры, как на растрескивание концевых соединений, как по трубкам. Но рентген открывает перед вами новые возможности, одной из которых является поставка трубопроводной арматуры на атомную отрасль очень важных объектов, то есть от первого и второго контура. Завод МСА является поставщиком для атомной промышленности и также поставщиком для многих очень крупных и серьезных нефтегазовых компаний. Но более подробно о радиографическом контроле и, собственно, о работе в этом участке расскажет нам технический директор завода МСА Ян Галфар. Здравствуйте, Ян, вам слово. Добрый день, мы сейчас находимся в цехе или в камерах испытаний дефектоскопических контрол. Мы имеем две камеры, это большая камера и меньшая камера, где имеем лампы или изотопы. Здесь делается рентген в основном внутреннем качестве отливок или рентген внутреннем качестве сварных швов. Мы можем делать рентген лампой до толщины материала 80 мм или изотопом до толщины 100 мм. Тоже здесь делаем в основном магнетический контроль поверхности, если нужен и если это спецификация проекта или капиларный контроль и все дефектоскопические операции, которые нужны в проекту сделать. Имеем обученный персонал на этой работе, 7 людей от левла 2 до левла 3. Ян, до какой толщины Вы светите металл, то есть сможете просмотреть его структуру? Толщину металла, как я сказал, лампой делаем до 80 мм толщины, это стандарт, который используем. Максимальный. Максимальный. И изотопом тоже до 100 мм. Потом делаем тоже маленькие трубы, но это уже технология, где делается контроль в нескольких позициях и отвисить от материала толщины, диаметра. Многие говорят, что потом арматура, кто здесь работает в этом цеху, они люди, так скажем, облученные, то есть им нужно повышенное питание. Вообще, как устроена здесь система социального обеспечения? Это немаловажно на любом производстве Вашего уровня. Как я сказал, мы имеем людей обученные от левела 2 до левела 3, отвисить от процедуры, которые он испытает. Люди под контролем лекарства ежегодно ходят в контрол, имеют свои дозиметрии, чтобы сделали контроль дозиметрический и имеют отпуск одну неделю более, чем нормальный персонал. Замечательно. Я так понимаю, что здесь Вы просвечиваете определенные виды деталей. Какие здесь детали Вы именно подвергаете радиографическому контролю? Радиографическим контролем делаем или стену, контроль качества стены от левок, где это должно сделать в проекте, или сделаем для себя контроль входный, или потом контроль сварных швов, там практически это делается в 100% продукции. Ну так же, я так понимаю, еще и патрубки концевые? Патрубки, патрубки концевые, это делается в этой маленькой камере, там делается несколько позиций, потому что там уже это немного сложно. Ну, насколько я понимаю, это важная судья, прежде всего для атомщиков. Пользуются ли нефтяники данными запросами? То есть они требования выставляют нефтяные компании на радиографический контроль? Отвесить проекты. Некоторые проекты очень сложные. Тоже нефтяники хотят иметь все контроли, которые нужны в процессе. Атомка это практически 100% делается весь контроль, который нужен, а есть написан в технических условиях. Дорогие друзья, ну вот посреди репортажа о радиографическом контроле я в руках держу отливочку. Это отливочка GGG-40. Для многих российских хроматуростроителей и потребителей это известно как ФЧШГ, то есть высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Ну, знаете, вот на лаборатории МВСА радиографического контроля проводятся также исследования подобных марок и делаются эталоны, более подробно о которых расскажет нам Ян Кафар. Ну, эталоны для отливочного чугуна, которые покупают у нас это как службу. Мы делаем для них контроли, которые нужны для проекта. Контрол магнетического контроля, контрол рентген и потом посылается на это, на механические свойства. Дальными словами, вы делаете эталоны, по которым уже потом идут выплавки? Да, эталоны, когда эталон хороший, поэтому уже идет литий без продукции. Ну, дорогие друзья, наверное, уже нечего добавить, нечего спросить, потому что, ну, это показательный пример испытательной лаборатории именно контролем радиографии, потому что, повторюсь, подобных лабораторий не так уж и много, как на просторах России, так и на просторах Европейского Союза. Поэтому перед вами вот еще один показатель контроля качества, то есть система качества, о которой я вам говорил, которая шла на протяжении всего нашего видеорепортажа. Поэтому, собственно, господа, вот перед вами еще один фактор. Спасибо всем большое за внимание. С вами был Игорь Удашев. Мы не прощаемся с вами. Остаемся. Удачи, друзья. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...